здравствуйте поющий бас-гитарист это не новость и не редкость но в данном случае как раз уникальность этого человека состоит то что и поет он очень здорово что его даже прозвали волос рока такой он имеет статус неофициальный и бас-бас-гитарист он виртуознейший то есть как говорится все при нем два в одном речь идет о лени юзи лен хьюз последнее время зачастил на территории бывшего советского союза гастролировал и в россии и в украине 100 странах прибалтики он на плаву 52 года рождения уже возраст почтенный но человек настолько продуктивный что отбоя от его услуг нет его приглашают многие музыканты на подпевки поучаствовать в написании песен в аранжировках то есть человек буквально на разрыв это говорит о чем о том что несмотря на свой почтенный возраст этот человек продолжает быть востребованным и нужным людям его гастроли это пример того что он популярен до сих пор но вся его жизнь особенно определенные моменты было чрезвычайно сложно напряженно иногда даже вопрос жизни или смерти стоял весьма актуально был насущным человек фактический как у нас говорят прошел крим крым и рим все жизненные ситуации невзгоды поэтому нам он очень интересен я думаю краткая история его жизни его взлеты и падения вам придется по душе вы наверное обратили внимание что мы акцентируем свои позиции на тех людях которые помимо того что они состоялись еще были что называется образцом пути жизни служил путеводной звездой для многих поколений людей так вот глин хьюз родился в городе конак это недалеко от бирмингема сердце английской промышленности 30 километрах от бельминома городок находится небольшой это очень промышленные районы где живет в основном пролетариат родители фьюза были очень увлечены музыкой как меломаны папа даже поигрывал на чем-то всегда сын был единственный они ему во всем потакали с детства даже назвали гленном в честь джазового музыканта вам 1 наверное известный гленн миллер был такой гленн миллер бэнд очень популярный в конце сороковых начале 50-х годов прошлого века гленн научился с малолетства играть на тромбоне пел как все в то время прошел через увлечение рок-н-роллом школьных группах играл создавали менялись создавали меняли создавались то есть такой вот знаете стандартный путь английского пацана увлеченного музыку но уже тогда у него появилось то что они бы было не очень характерно для большинства молодежи того времени он очень увлекался прослушиванием американских соул исполнителей напомню стиль соул буквально душа это в основном лиричные композиции отличаются от блюза просто немножко другой постановкой самой музыкальной структуры и там тематика не настолько грустная как в блюзе и соул это больше любовь отношения больше света тепла и души соул яркими представителями является ими увлекался очень фьюз это уилсон пикет отис рейдинг частично можно сюда занести рэда фрэнк норрэя чарльза то есть это музыканты ну и конечно любимчик фьюза слепой музыкант клавишник он вам известен наверняка это стиви ванда который в общем то был на подступах музыкального олимпу но стрельнул фактически одновременно с длинным фьюзом все было бы ничего но с таким с такой постановкой было тяжело создать коллектив конце концов образовалась трио очень популярная особенно в соединенных штатах трио называется трапеция это по прошествии времени многими критиками признается одним из сильнейших рок-трио в таком составе гитарист басист барабанчик но басист естественно хьюз он был и поющий еще тогда обратили внимание на его тембр голоса как сам хьюз говорил мы начинали 18 лет мне было с трапецией играли для пяти человек а когда я перешел из трапеции в легендарнейшую группу deep purple 73 году трапеция играла уже для десяти тысяч человек то есть группа заслужила хоть и молодая своим творчеством которое было базировалась на хард-роки фанки с очень хорошая ритмикой ложащийся буквально на уши хорошо поэтому она пользовалась большим спросом южных штатах соединенных штатов америки там просто было все на ура и вот молва такой группе дошла до ушей легендарный deep purple в этой группе вы знаете постоянно были склоки из-за того что лидер deep purple ричи blackmore человек очень ну давайте мягко скажу сложнейшего характера с ним ужиться очень сложно ему то все не нравится то все нравится он меняет мнение течение дня по сто раз но все оправдывается одним он гениальный гитарист постоянно входят десятку лучших хард-роки так точно один из лучших всегда был и он имел право и имеет диктовать свои условия поэтому deep purple был на грани очередной смены состава они как раз хотели изгнать вокалиста и нагила на и басиста роджера гловера и тут подвинул подвернулась трапеция где басист был поющий то есть одновременно с приглашением глена фьюза решалась проблема бас-гитариста и вокалиста то есть все было пучком как называется deep purple начали издалека пару раз почти посещали концерты трапеции на них это произвело огромнейшее впечатление и blackmore лично пригласил фьюза deep purple но хьюз несмотря на то что молодое яркое дарование на тот момент еще без вредных привычек но с мозгами сказал что я пойду в группу но при одном условии что мне дадут еще помимо бас-гитариста вокальные партии blackmore возмутился уже сказала же тебе ничего не говорил о вокалисте ты будешь и петь хьюз говорил земля слухами помнится я слышал что на роль вокалиста вы приглашаете очень классного калиста это действительно вот по данным classic рока по его опросам в последнее занимал второе место среди вокалистов рока про после фредди mercury речь идет о поле роджерсе боль пол роджерс который кстати x queen и попел вместо фредди были концерты в них так вот blackmore усмехнулся и сказал что с роджерсом вопрос еще не решенный но если даже роджерс будет вокалистом и тебе тоже предоставим вокальные партии второго плана но хьюз про себя подумал и сказал что дайте две недели срок тут он очень рисковал почему потому что если сравнить трапецию deep purple это совершенно разные группы по своей значимости если трапеция играла максимально для 10 тысяч человек то deep purple собирали стадионы и для них концерты для 50-100 тысяч человек были как вам сказать ну явлением не экстраординарным с учетом того что стоимость билеты на их них концертах достаточно была высокая вот и умножайте там 50000 на 5 долларов примеру по тем ценам это минимальные расценки и получите деньги которые группа выручают за концерт плюс вычет то есть у deep purple был на тот момент арендованный самолет боинг starship где было все оборудованного для кайфового времяпровождения бар спальни тетки орги немерено спиртного кокаина ведра но об этом чуть позже так вот хьюз дал две недели blackmore еще делился такой прыть и обычно таких предложений отказываются но через две недели прошла информация что роджерс отказался и хилл с удовольствием влился в состав даже были одно время фотографии где они были еще изображены квартетом deep purple хьюз бас-гитара вокал ричи blackmore гитара и нпс барабаны джон лорд клавишные вот таком составе еще туда не вошел вокалист дэвид ковердэйл который появился чуть позже но blackmore решил что группа без вокалиста чистого ярко выраженного не группа и в состав вошел ковердэйл еще вокалист хьюз пофырка но тем не менее ему дали во время концертов чуть ли не полный полномочия на использование своего вокала и вот если вы например посмотрите есть очень классное видео она доступна называется калифорния джем 1974 года концерт калифорнии где все четко показано так вот обратите внимание что хьюз как вокалист как рок музыкант вас гитарист он просто сдувает со сцены всех но наверно за исключением ричи blackmore то есть ковердэйл там потерялся моментами конечно тянет но вокальные партии хьюза помимо бас-гитариста при том обратите внимание на его эффектный внешний вид это вот такой образец рок музыкант этого периода 70-х годов безумных все там было не при нем все и поэтому конечно его приняли на ура вышел альбом бен 1974 следом storm bringer 1975 то есть эти альбомы были на слуху ходили в топ и народ их принял на ура то есть все было хорошо до определенного момента пока фьюз не начал баловаться тем чем балуются люди когда у них появляются лишние деньги а денег было очень много как вспоминал сам фьюз начав буквально боссом и голым он буквально за полгода получал уже миллионы денег контракта и все в группе было прописано что ему лично blackmore пообещал пятая часть от прибыли то есть пять человек 20 процентов это его и не все честно плюс какие-то дополнительные бонусы все остальное и понеслась гастроли на этом самолете как вспоминает хьюз это было что-то чем-то не будем останавливаться на этих подробностях вы всегда и сами понимаете наверное не маленькие чем страдают люди когда в закрытом помещении находятся с большими полномочиями и всякими зельем под рукой конечно ну это все понятно но давайте объективно это мешает творчеству чтобы не утверждали многие что это стимулирует творческий процесс да на определенном этапе пол невозможно но когда это становится буквально манией то сам хьюз признавал что он стал закоренелым наркоманом сексуальным маньяком сдвиг по фазе прошел полный поэтому тут до творчества особого разговора и не было пока он держался молодой организм работал но тут за артачился ричи blackmore ему не понравилось что группа начинает звучать от звучать как фанковый состав негритянская музыка хьюз даже тут начал на себя тянуть одеяло он же поклонник соул а тогда же у него произошла встреча случайная со стиви вандером его кумиром повторю стиви вандер был слепой музыка гениальный музыка его superstition гремел по обе стороны атлантики и вот когда они случайно встретились и усы успел стив вандер не поверил что это белый человек он нащупал его ухю за такой хайр здоровенный был такой и говорит ты лев лев ты лучший белый певец которого я слышал сказал стив вандер вот это было похвала для фьюза наверно похлеще любого места в хит-параде так вот blackmore из группы ушел многие посчитали что группа потеряется и они были правы действительно недолго на просуществовала всего лишь полтора года но тут ситуацию усугубило то что появился место blackmore и гениальнейший гитарист мы обязательно о нем сделаем отдельный ролик потому что очень интересная фигура это томми болин человек он американский смесь крови и в том числе даже редкая кровь по маме сирийская из сирии происхождение мама то есть там такая взрывная смесь но самое главное не смесь а то что это был талантливый гитарист он играл в основном fusion смесь рока с джазом склонялся больше к джазу у него был очень классный альбом барабанщика били кобома кабана которым как-то уже говорили называется альбом спектрум 73 года 1973 гениальнейший альбом вот этот альбом кстати и сыграл роль что группа взяла боли на себе на место ричи blackmore blackmore этот выбор похвалил сказал это здорово но это уже будет не deep purple и он попал в точку потому что болин тоже любил фанк они начали звучать совершенно по-другому вышел альбом can taste the band последний альбом deep purple 70-х годов который в общем то сразу немногие оценили но по прошествии временах сейчас скажу что даже скептики признали этот альбом шедевром да это не deep purple классическом понимании но это очень-очень классная музыка очень поэтому гастроли продолжались был гениальный вернее пахали концерт в индонезии в джакарте где собралось 100 тысяч человек на стадионе где группа не могла толком даже сыграть было все со скандалами потому что хитрый индонезийцы заявили что будет 20000 человек а когда увидели 100 тысяч вы понимаете совершенно другая выручка организаторы просто-напросто захотели положить деньги себе в карман видите мир большой а люди везде одинаковые у нас делают то же самое поэтому что индонезия что украина что россия методы работы везде одинаковые это привело к скандалу и группа еле-еле унесла ноги из индонезии беда была в том что болен был конченым наркомана притом тяжелым героинщиком и вот они с хьюзом близко сразу спелись вы понимаете люди такого склада они друг друга сразу чувствуют за версту моментально спелись хьюз его называл мой братишка то тоже вот они с братишкой давай так куролесить что иногда сожалению болен во время концерта не мог на гитаре играть а хьюз был в полной отключке не меняшка и джон лорд клавишник был вынужден на своем органе затыкать гитарной партии потому что этот хоть стоял как статуя еле двигался то тоже то есть это говорит о чем потеря дисциплины и то есть огромнейшая проблема везде группа двигалась своему концу логическом так и получилось болен сожалению от очередного передоза умер совсем молодой был гитарист совсем молодой группа распалась юз успел тогда как у нас говорят нажить денег и купить очень хорошего недвижимость калифорния beverly hills и засел в своем доме с мечтой о сольном альбоме альбом вышел 1977 году первый васольник называется play me out никакого впечатления ни на кого не произвел особо юз конечно по привычке до сих пор во всех интервью называют этот альбом самым любимым но я думаю что он делает намек не на музыкальную сторону дела она именно подход ностальгический очень ужин ему тяжело дался тогда он жил по соседству с дэвидом боу и вам известном человеке так вот они вдвоем жили все вокруг так что ходили легенды боу и тогда тоже был увлечен кокаином сильнейшим образом юза вообще не официально в лос-анджелесе прозывали кокаиновый король потому что уж очень сильно этим делом увлекался угощал кого не ли не всех подряд поэтому естественно наступила после таких свердоз деградация деградация каком плане было у него много попыток чего-то сделать но все эти попытки заканчивались полным фиаско разговоры шли 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 но ничего не было пока на горизонте не появился очень классный музыкант гитарист петро это второй гитарист был при петра верс бэнд петра верс это известный шей блюзовый гитарист класснейший кстати так вот реверс сформировал много музыкантов кстати тролл сошелся с хьюзом и они обнаружили удивительное взаимодействие знаете с такое понятие в английском языке chemistry вот химия вот химия говорят между людьми возникла химия и вот тут была химия то есть полное взаим понимание в студии они понимали наперед что хочет каждый из них а когда есть такое чем из 3 химия то и возникает великий продукт и вот у нее в 1980 втором году вышел альбом his and roll 1982 года просто так называется очень класснейший альбом совершенно не до цене до цене по тому времени за счет того что не было никакой маркетинговой рекламной поддержки и не было концертов потому что какие концерты хьюз был в постоянном вы знаете хоть и процессе творческом но давайте говорить откровенно в таком состоянии отключки помимо кокаина он тогда начал прикладываться да и постоянно любил спиртное и вот тут очень сложно то есть если в студии как-то вытягивали выехать куда-то на гастроли это а вы же понимаете то время совершенно отличалась хоть и немного тассу и прошло от сегодняшнего тогда не было никакой информационной поддержки никакого интернета тогда если у артиста нет не было концертов тура то его альбом не продавался никак потому что ты не мог о себе заявить радио да ну радио это локальная штука давала конечно но не было этого нет тура нет продаж от грубо говоря это подтвердил этот альбом хьюза еще приглашал гарри мур обозвал его толстой свиньей потому что у него вес достиг у хьюза больше ста килограммов вы знаете когда наркоманы на отходнике они начинают жрать все подряд а то есть даже такой термин свиньяк едят все мур вспоминал что удалялись из студии пол холодильника вы металл хьюз просто жрал как не в себя поэтому естественно нет не вызывал это никакого уважения никого впоследствии хьюз простил гарри муру царство ему небесное гарри мор уже отошел на тот свет рассказал почему-то у меня проклинал но нигде не говорю что сам является конченым алкоголиком гарри мур но тем не менее друзья всегда поддерживали хьюза и очередной его проект это проект великого гитариста не не побоюсь этого слова тони айоми это гитарист black sabbath который хотел сделать свой сольный альбом на продюсер настояли чтобы он вышел под вывеской black sabbath энтони айоми и там у нас его еще надо называют то не йоми на правильное йоми вот фьюз был выбран на роль вокалиста потому что айоми с ним дружил они уроженцы фактически одного места айоми то вырос бирмингеме этот альбом помню в свои 17 лет я слушал наслаждался но это не black sabbath конечно класс ничья музыка хороший hard rock но это не black sabbath никакого он фурора не произвел нигде продажи были на достаточном уровне чтобы держаться на плаву но не более хьюз находился в состоянии подвешенном то вот ключ кита в здравом уме вот туда-сюда пока в девяносто первом году у него не наступил тяжелейший приход что называется и он еле выжил была клиническая смерть это заставило его задуматься как он говорит он последние пять лет начиная с 87 года постоянно молился богу стоял на коленях каждый день и просил его о помощи и вот раз как он вспоминает явился ему иисус христос который ему сказал давай глен завязывай со своими вредными привычками и начиная новую жизнь вы знаете насколько эта байка я не знаю но новая жизнь то началась он дружно и срочно лег в реабилитационный центр крутейший это на рождество 1991 года где были порядка похлеще армейских потому что только так надо с такими больными должна быть сильнейшая дисциплина он нашел себе это мужество им и большие деньги потому что все хорошие клиники такого плана это дорогостоящее удовольствие и в марте 92 года он вышел совершенно другим человеком после этого не было никакого зелья тогда же тот период его и прозвали волос рока но прозвали его не рокера поп-дует к л.ф. к л.ф. которые выпустили сингл и продюсеры попросились подпеть на нем а даже больше скажу спеть глина хьюза и вот это ярчайшая такая песенка к л.ф. с гленн хьюзом кстати они вы указали на сингли как голос рока гленн хьюз но это было здорово да это прозвучало сингл ворвался в хит-парады к л.к. л.ф. и поэтому хьюза даже обратили на него внимание в поп среди том бомонди который считается более легковесным и когда человек стал на рельсы новой жизни здравом уме уже отошли от него все воспоминания наркотические и связанные по женской линии да у него был еще скандал большой по женской линии семидесятых когда он куры лесил вовсю он сошелся может быть видели такой фильм изгоняющий дьявола это старый фильм ужасов где играет девочка там вот это вот девочка как раз линда блэр она девочка но не простая девочка когда она встретилась юзом и было всего 16 лет юс ее полюбил всей душой до этого правда линда блэр уже любила три музыканта рок-музыканта очень известных не хочу не говорить сейчас поэтому она была очень любвеобильная любимая но фьюз это сразу не заметил потому что аж как ты можешь это заметить из постоянно задутый под коксом упыханный непонятно вообще под чем она я тоже кстати было не промо хоть и 16 лет но как вспоминал хьюз что не стаканами ноздри забивала кокаина но это же было не видно сразу но чуть прошло время стало видно после этого наступило прозрение и по женской линии то есть человек стал еще раз повторюсь на путь праведной жизни и когда человек меняет мировоззрение естественно захотелось заполнить нишу и он начал творить притом творить так резко что он каждый вот выпускал посольному альбому фактически участвовал множестве проектах вот могу перечислить основные воду hill black country комьюнион потом тот же white snake на подпевках модли круг спел на подпевках ну приглашали многие но надо сказать что сольники его были очень и есть качественнейшие как концентрирующий музыкант великолепный концерты всегда на ура очень щепетильно относятся к этому то есть ну давайте говорить паре давайте говорить парень на разрыв да и кстати у нашего любимейшего кена хенсли царство небесное он тоже участвовать старательно они дружили и очень часто хенсли привлекал его как вокалист на на свои альбомы поэтому что называется человек на слуху у у нас на сайте приближение кард бизнеса мы выставляли последний проект где участвуют юз называется д д д д д с значит этот д д значит этот проект у нас есть на сайте альбом так что заходите слушайте и еще что фьюзи хотелось бы сказать а его мечте детства вы знаете несмотря на то что он классный музыкант он хотел быть прежде всего футболистом когда был пацаном мы как-то говорили в ролике футболе и музыки что хьюз является очень большим болельщиком английского клуба волверхэмптон он родом из этих мест поэтому не удивительно что он болеет за волверхэмптон и всегда находит время посмотреть их игру поэтому я думаю что ознакомившись с его творчеством вы поймете насколько это знаковая фигура я порекомендую вам посмотреть он доступен ютюбе концерт 2004 года в лос-анджелесе и у засольный великолепнейший и концерт группы black country комьюнион называется он а вы за юроп вокруг европы тоже вам есть ютюбе где юс блистает во всех ипостасях приятного вам прослушивания приятного времяпровождения всего доброго